Салют пипл, с вами Химмон и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзьяшки, сегодня мы с вами посмотрим, как разблокировать биосом, внимание, видеокарточку RTX 3090 Ti до 890 ватт. Ну, мало ли, вдруг вы захотите пожарить яичницу. Потом я вас явно удивлю ценниками на видеокарточке AMD, которые ниже от RRC. Да-да, новенькие. Посмотрим еще что там с рефреш-картами красных, потому что уже официально объявили ценники. Ну а под конец мы с вами сравним результаты теста видеокарточек RTX 3090 Ti против RX 6950 XT. Го смотреть, я создал. 450 ватт в стоке, но 890 в анлоке. Итак, наш камрад под ником MegasizeGPU опубликовал данные из программного обеспечения GPU-Z, на котором отчетливо видно ограничение мощности 890 ватт. То бишь, да, почти в 2 раза больше, чем базовая рекомендованная мощность. Но дабы провернуть сия извращения, вам понадобится определенный биос. И непосредственно это биос XOC, ну, если хотите заоверклочить. И к слову, как раз таки, как видеокарточка Asus TUF, или TUF, если вам так угодней, работает именно с данным биосом. Ну, чаще всего его применяют при соревнованиях оверклокеров, вот когда нужно нереальные рекорды. Правда, при этом без жидкого азота здесь не обойтись. И в этом случае, лучше данный биос применять с картами вроде Galaxy HOF или та же Евго Кинг Пин. Мы о ней много раз говорили. И к слову, обе они оснащены двойными 16-контактными разъемами питания. Ну, а так-то, большинство 3090 Ti, они ограничены одним разъемом PCI-Express Gen 5, который не способен подавать более 600 ватт. Ну, во всяком случае, так написано в спеке, потому что та же Евго FTW3 может потреблять до 614 ватт с биосом XOC. Хотя та же Asus TUF доходил и до 615 ватт, да, с тем же лютейшим биосом. Да и ребятки, что тут на самом деле говорить. Сам графический процессор, один из графический процессор J102, способен съедать 496 ватт энергии. Чаще всего различные типичные Титаниум версии RTX 3090, но они не перешагивают за 500 ватт. Однако, порой бывают исключения. Допустим, та же ROG Strix, которая, правда, на воде, а не на воздухе, но так вот она способна добраться до 516 ватт. Ну, а ссылочку на биос я вам оставлю в описании. Единственное, что остается только видеокарточку купить. Хотя, кстати, неплохие ценники я видел на сайте Ньюэк просматривал, но тут сейчас вопросики по поводу того, как переслать денежки в фиат или крипто, и, ну, вот, непонятно. Хотя, понятно. Ну, а здесь можно купить или обменять криптовалюту. И помнится, не так уж давно, когда вывод с U-Money на карту уже был недоступен, то было очень выгодно поменять свои электронные шейки или на крипту или фиат. И да, помнится, именно тогда я перенаправил все в кефир бутерина. В целом, BestChange это бесплатный интернет-сервис, который помогает вам найти самые выгодные обменники с самыми выгодными для вас курсами. В их базу включены только самые надежные и безопасные обменные пункты. Собственно, что вы самостоятельно можете посмотреть по шкале оценивания и отзывов. И, кстати, тут же сходу сможете смотреть самые выгодные предложения для обмены валютой. Самый же жирный плюс сервиса состоит в трех пунктах. Это мониторинг репутации обменников, помощь в спорных ситуациях и сравнение сотни других обменников в реальном времени. Сам же Best работает еще с далекого 2007 года, так что говорить об отменной репутации не приходится. Ну а отсутствие какой-либо рекламы демонстрирует отношение к клиентам и делает удобство сайта особенно для новичка максимально комфортным. Ну, не знаю как вас, но лично меня бы как новичка бы парило, что на таком сайте, где множество числовых данных про крипту, про фиат и так далее, еще и присутствует реклама. Так что за информационную гигиену отдельный респект. Так что вы можете выбрать любую крипту, электронные деньги, баланс, криптобирж, интернет-банкинг, денежные переводы и даже нал, и все это конвертировать в то, что вам нужно. Ну а далее дело не хитрое. Выбираем самый выгодный курс с множеством положительных отзывов и вуаля. Через несколько минут финансы уже споют романсы на ваш баланс. Следовательно, все те, кто работает с валютой и хочет надежно ее конвертировать, либо покупать, оставляю ссылочку в описании под этим видосиком. Дерзайте. Я заметил, что ранее вам понравилась информация о том, что видеокарточки падишевели, ну за бугром, конечно же, и некоторые из вас начали искать пути, как их там купить, там через знакомых, через посредников и так далее. Некоторые, кстати, я так по комментариям понял, нашли. И именно по этой причине я продолжу эти новости, потому что они пополнились и в хорошем ключе. Да, я говорю об очередном снижении цены видеокарты. И говоря по секрету, снижение уже больше, чем розничная рекомендованная цена. Вкусно, да? Так, ну, берите салфетки и доставайте своего лысого, потому что перед вашим взором простилается Radeon RX 6900 XT за 899 баксов. Да, это малыха в лице Gigabyte Gaming OC, которая ранее стоила 1250 зеленых и скинула до 950. Ну, а благодаря активированной скидке ее можно урвать за 900 баксов. Причем карта в наличии и поставки никто не отменял. И я вам так скажу, что никогда таких низких цен еще не было за эти полтора года ценовых вакханалий. Я полагаю, что как раз таки можно сказать спасибо надвигающимся новым линейкам видеокарточек. Это касается и красных, и зеленых, и синих. Более того, эта гига поставляется с немного более высокой тактовой частотой по сравнению с эталонными характеристиками. Ну вот смотрите, тогда как в стоке у нас 2015 МГц, то здесь частоты со старта уже 2050 МГц. Не говорю уже за буст в 2285 МГц. Ну, так скажу, что это неплохой вариант графического процессора на Navi 21. А на этом не все. Да, я вам сказал, что речь идет о трех компаниях, да, Nvidia, AMD и Intel. Но как бы есть не только новая линейка видеокарт, есть еще и это Refresh. Да, друзья, уже стали известны ценники непосредственно обновленную линейку видеокарточек RX 6000 серии. Флагманская видеокарточка от красных в лице RX 6950 XT, нынче стоящая на Navi 21, стоит 1099 баксов. Да, это ее RRC. То есть получается у нас с вами 6900 XT за 900 и 6950 XT за 1100. Хм, а что бы вы выбрали, а? А вот 6750 XT будет отдаваться за 549 вечно зеленых. Это на 70 баксов больше, нежели ванильные 6700 XT. Ну а опираясь на официальные стучники AMD, то они будут продавать напрямую как 6950 XT, так и 6750 XT. Причем вроде бы как с эталонным дизайном охлаждения. Ну а самая дешевенькая у нас видеокарточка в этой линейке под маркировкой 6650 XT статут с 399 баксов. По большому счету это дороже на 30 долларов от ванильной обычной 6600 XT. В самом магазине красных она продаваться, конечно, не будет, но значит ждем видеокарточки от партнеров. Ну а сам релиз этих малышек состоится уже 10 мая. Ну и раз уж мы с вами поговорили, что о видеокарточках зеленых Nvidia и красных AMD, ну ребят, ну не могу я пройти мимо и не сказать вам результаты тестирования их флагманов. Кто круче, новенький красный рефреш или зеленая Титаниум? Буквально на днях у наших IT-товарищей появились увлекательные данные из 3DMark Time Spy. Карта AMD в итоге превосходит ампер, который выпустила Nvidia. Да, странно, правда? Конечно, скорее всего, это стало возможно из-за более высокой скорости памяти, ну и энергопотребление, потому что оно увеличилось от 20 до 35 ватт. Ну, смотря какая карта, конечно. И само собой, это условно стерильный тест. Конечно, все видеокарточки должны тестироваться на одной и той же платформе, а то есть с одним и тем же железом. Да, не нужно забывать о возможностях рендера в рабочих программах в тех или иных, не забываем о возможностях трассировки лучей, ну уже не говорю за всякие дела СС, ФСР и так далее. То есть за этот функционал не стоит забывать. Но сухие числа сейчас именно такие. И вот, согласно результатам, Radeon RX 6950XT действительно быстрее, чем GeForce RTX 3090 Ti в предустановке 3DMark Time Spy Performance на разрешении 1440p. Так вот, результат лучше на 6,5%. Далее RX 6750XT быстрее, чем RTX 3070 Ti, а RX 6650XT превосходит RTX 3060. Я вам скажу даже больше, что ситуация выглядит не лучше даже при разгоне той же GeForce RTX 3090 Ti до 2,2 ГГц с памятью на частоте 23,5 ГГц. В этом случае карточка RTX оказалась всего лишь на 1% быстрее, чем RX 6950XT. А это особенно интересно, а если мы учитываем, что все полученные оценки были основаны на эталонных тактовых частотах AMD без применения разгона. Так что, друзья, жду ваше мнение в комментариях. Ну а на сегодня у меня для вас все. С вами как всегда был Химмон и как всегда. Кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok